Поддержка наших бойцов на передовой зоне специальной операции «Дело святое». В это активно включились от мала до велика. Наша телерадиокомпания также внесла свой вклад в общее дело. Мы уже рассказывали в наших выпусках о том, что вместе с активистами инициативной группы «За наших» сотрудники ГТРК «Карачаева Черкесия» тоже сопровождали гуманитарный груз. И совсем недавно на заседании КПРФ отметили наградами тех, кто поддержал защитников Отечества. Алла Качиева подробнее. Заведующий травматологическим отделением детской республиканской больницы Марат Урусов, который с октября 2022 года со своими товарищами в составе группы медиков из Карачаева Черкесии и Ставрополья спасает жизни раненым бойцам на фронтах СВО, приехал на пару дней домой. Патриота-доктора пригласили на заседание КПРФ, чтобы выразить слова благодарности за службу. Марат Умарович доброволец. Добился отправки на фронт, несмотря на то, что у него имелась бронь, как у отца четверых детей. Почитал нужным, что надо ехать, помогать своим. Пошел добровольцам. Не взяли с первого раза. Потом через депутатов. Все так и взяли. Марат Урусов от имени бойцов и от себя лично поблагодарил всех неравнодушных людей, в том числе и инициативную группу «За наших», которая с первых дней оказывает помощь и поддержку военнослужащим, участникам специальной военной операции. У нас есть много людей здесь, в Карачао-Черкесии, которые, не афишируя, просто так собирают грузы, отправляют КАМАЗы, и они непосредственно доходят до наших бойцов. Непосредственно, понимаете? Они конкретно работают. И вот тогда я задался целью работать с такими людьми в дальнейшем, потому что я считаю, что это люди благородные, которые с себя решили посвятить этому делу. 28 сентября будет год, как мы создали эту группу. Все это время, каждый месяц мы отправляем куманитарную помощь. Лично я сам четыре раза там был. Один раз был прямо на передовой на двое суток. Оставался там ребятами. Для меня это было честь, знакомство. Я сам лично видел, как все это происходит. Активисты инициативной группы «За наших», в том числе и сотрудники ГТРК «Карачево-Черкесия» Лиля Шуштаева и Расул Бердиев, неоднократно выезжали с гуманитарной помощью в зоны специальной военной операции. Жительница Прикубанского района Шахерезада Салпагарова сама за рулем грузовой газели из «Карачево-Черкесии» доставляла нашим землякам теплые вещи – продукты, медикаменты, воду и еще множество необходимых вещей. Груз, который собран при содействии инициативной группы «За наших». Ранее установили прямые контакты с военнослужащими выходцами из нашей республики. Гуман помощь собирается исходя из пожеланий бойцов. Так, по просьбе члена КПРФ, врача-хирурга Марата Урусова, был объявлен сбор денежных средств на приобретение автомобиля «Нива» для работы военных медиков. Первый секретарь Карачево-Черкесского республиканского комитета КПРФ Кемал Баттаев рассказал об этом лидеру коммунистов России Геннадию Зюганову, который поддержал эту идею. В этот день памятными медалями КПРФ, а также благодарственными письмами наградили всех, кто принял участие в этом необходимом и благородном деле. Алла Качива, Зумрат Халкечева, Мухаммед Ашубоков. Вести Карачева, Черкесия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok